Здравствуйте! Восьмой урок, посвященный программированию контроллеров Siemens в Sematic Manager. Сегодня поговорим о следующей папке с функциями. Это функция над числами с плавающей точкой. Здесь я уже все функции вставил в нетворки. Нам остается только посмотреть быстренько это все. Первая функция это функция сложения реальных чисел. На входе всегда у нас будут одни и те же адреса для всех блоков, для всех функций, а именно MD100 и MD104. Итак, в симуляторе в окнах ввода переменных выбираем тип данных REO. И немного о том, что тут представлено. Одна целая точка множества нулей. E это 10 в какой-то степени. И плюс номер 2 это сама степень. То есть, единица умноженная на 10 во второй степени. Получается 100. Второй оперант, то есть второе число в маркерном двойном слое MD104. Это 5 умноженное на 10 в первой степени. То есть 50. Итак, смотрим. 100 и 50 в сумме дают 150. Дальше. Функция вычитания данных типа REO. Итак, 100 минус 50 получается 50. Следующая. Это функция умножения двух чисел. То есть 100 умножаем на 50. Произведение 5000. Тип данных REO. Формат Double Word. Ну, здесь можно ввести число, например, 132. Итак, одна целая запятая 32 умноженная на 10 в степени второй. 132. Нажимаем Enter. На входе 132. Умножаем на 100. Даже если мы здесь введем 100 и нажмем Enter, у нас число преобразуется. То есть результат умножения у нас 13200. Можно сразу здесь представление выбрать автоматическое. И у нас будет добавиться нули перед числом. И большое количество нулей нам говорит о том, что у нас формат данных это 32 бита. Двойное слово. Умножение. Теперь смотрим деление. Когда мы делили типы данных Integer, у нас дробная часть отбрасывалась. Здесь же мы уже можем наблюдать вполне нормальный результат. Перейдем к представлению числа с плавающей точкой. И попробуем разделить 7 на 2. И вот у нас получается 3,5. Введем снова 100. 50. Так, следующая функция. Да, кстати, вот эти предыдущие функции, их 4. Это были основные функции. Над числами с плавающей запятой. Ну или точкой. Вот, а дальше уже идут дополнительные функции. Первая из дополнительных функций в нетворке восьмом, это выделение абсолютного значения числа. Так, выделение абсолютной части подразумевается в том, что если мы ввели отрицательное число, то на выходе у нас будет положительное число. Еще пример минус 25, на выходе 25. Следующая функция это извлечение квадратного корня. Квадратный корень из 81 получается 9. Функция возведения в квадратный корень из 82. То есть 10 в квадрате получается 100. Тысяча в квадрате получается миллион. То есть 1 на 10 в шестой степени. Следующий нетворк и следующая функция это натуральный логарифм. Натуральный логарифм 100, получается 4,6. Если мы посмотрим. На маркерное двойное слово 136 у нас получится 4,605,170. То есть это будет натуральный логарифм числа 100. Следующая функция это выделение экспоненты по основанию натурального логарифма, по-моему. То есть Е равно 2,718, по-моему. То есть это основание натурального логарифма, это 2,718, возведенная в степень на входе функции. То есть это Е в 80 степени. Следующая функция это вычисление синуса. Если мы введем однерку, синус единицы имеет вот такое значение. Далее косинус. Можно попротив ввести 0. То есть синус 0,0. Косинус 0,1. Так же вычисляется арксинус 0,0. Так же вычисляется арксинус 0,0. Арксинус единицы 1,5708. А косинус вычисляется и арктангенс. Так, ну еще попробуем разделить какое-нибудь число на 0. Посмотрим, как справляются функции для вычисления значений с плавающей точкой. Вот, попробуем разделить 1 на 0. Вот здесь нужно адрес 104 и выбрать на 0. И вот что мы видим. Когда мы пытались разделить число на 0 с типом данных integer, у нас в ответе получался 0. А в функциях над числами real, тут уже обстановка немножко по-другому. Так как число тип данных real, оно там очень большое, в 38-й степени, по-моему, максимум. То здесь уже результат наиболее очевиден. То есть, 1 целая в степени инфинити, то есть бесконечность. Ну и как с точки зрения математики, если какое-то число делится на 0, то получается бесконечность. То есть здесь уже как-то попонятнее. На этом все, наверное. Восьмой видеоурок закончен. Всего доброго. До свидания.